Привет, криптотрейдеры, криптоинвесторы, криптоходлеры и криптохейтеры. С вами Гринни Джо, и сегодня будет в основном перевод зарубежной аналитики, но от себя тоже пару слов скажу. Но разговор пойдет, конечно же, про биткоин, про альткоины. И что мы видим с вами? Мы видим, дамп начался, и все паникуют, говорят, так, ну все, мы идем на дно, обновлять лаи. Об этом сейчас вы услышите мнение от Олеси Урастани, от Бенджамина Коуэна, очень замечательные. Ну так-то да, вот мы видим с вами, что есть свечка объемов, и вроде как по теханализу сейчас мы должны кольнуть еще куда-то сюда, к нашим экспоненциальным мувингам, да, что в принципе логично. Но вот если мы посмотрим на недельку, то у нас там наши мувинги-то и находятся с вами, и ничего критичного не произойдет, даже если мы увидим такой дамп. Да, кстати, кто заметил, у меня тут новые индикаторы, большущий респект товарищу Владиславу из чата, который нашел эти индикаторы. Вот я их тут написал, кому интересно, они называются вот так. Вводите в TradingView, и вы их найдете. Суть в том, что это точная китайская копия индикаторов Market Shiffer, криптофейса, чувака, которого многие, наверное, уже смотрели, который на Байбите там десятками миллионов долларов сейчас торгует с помощью этого индикатора. Но тот платный индикатор, а этот бесплатный. Так что можете попробовать его врубить, посмотреть и сделать свои выводы. Там по нему туториал есть у криптофейса на канале, на английском. Но если понимаете английский, посмотрите. Перевести не знаю, если успею, заморочусь. Но пока нехватка времени. Цейтнот. Так, ну что, поехали смотреть зарубежных товарищей. Пристегивайтесь поудобнее. Это канал CryptoCommons. И потом вернемся к этому разговору. Привет, ребята, это Олеси. Надеюсь, у вас все ништяк. И в этом видео я хочу очень интересный месседж до вас донести. Поговорим про биткоин и крипто, и про психологию некоторых индивидуумов из толпы. И перед этим я хочу сказать большое спасибо всем моим подписчикам, потому что не будь вас, я бы не делал эти видео. Очень вас всех ценю. И с днем благодарения вас. Ну погнали. Смотрите, буквально пару недель назад я запостил видео. Оно называлось «Мой прогноз по биткоину на 2021 год». И я сказал, слушайте, по-любому следующий 2021 год будет фантастическим годом для биткоина и для криптовалют. И я сказал, что мои ожидания с конца декабря этого и в начале января следующего года – очень бычьи ожидания. Потому что нас ждет третья волна аптренда, которая закинет нас где-нибудь на 22 тысячи долларов потенциально в январе, в марте следующего года. После краткосрочного отката к средним скользящим, который мы уже с вами наблюдаем в настоящий момент. И после этого, неделю спустя, буквально несколько дней назад, я запостил следующее видео, если вы на меня подписаны, то вы знаете, которое называлось «Упадет ли биткоин до 4 тысяч в 2021?» Базируется на ABC медвежьем сценарии. И, возможно, как вы увидели из этого видео, причина, по которой я сделал это видео, была потому, что многие люди меня спрашивали, «Олесио, возможно ли это, что все это ралли, которое мы видели на биткоине, это не восходящий тренд, а просто коррекционная форма ABC по волнам Эллиота?» И в этом видео, если вы его смотрели, то вы помните, что я вам объяснял, да, это может быть. Это может быть медвежья коррекция, и мы дальше идем вниз, но я не ожидаю этого. И я говорил там, что я все еще вижу это как крайне маловероятный вариант, и что я не ожидаю этого медвежьего ABC сценария. И также объяснял вам в этом видео, что должно произойти с биткоином, чтобы я изменил свой взгляд, и сказал, «Окей, потенциально биткоин может пойти на 4 тысячи». Так что, как вы поняли, я в этом видео точно объяснил, что я не ожидаю такого сценария, и сохраняю обычный настрой на следующий год, после небольшого отката. Я просто рассмотрел его как возможный менее вероятный вариант. И смотрите, что произошло. Это феноменально сумасшедшая часть этого. Что произошло? Так я получил кучу комментариев от людей, которые были просто озлоблены, разъяренны. Отвечали в комментариях, «Нет, это невозможно!» «Ты что, дурак, Олесио?» «Ты что, тупой, говоришь, что биткоин упадет на 4 тысячи?» Даже не думай об этом. Это невозможно. И я вам так скажу, ребят, многие люди, кто постит эти негативные комментарии под моим видео, они даже не потрудились посмотреть это видео. Просто подумайте, насколько они ленивые. Они такие ленивые, что они даже не посмотрели видос. И все, что они делали, это постили эти комментарии, даже не посмотря видос целиком, чтобы понять, каким был мой анализ. И, ребят, я не шучу, это действительно настоящие комментарии от людей, которые просто ку-ку. Которые говорили, «Нет, это невозможно!» Даже не думай, биткоин никогда не упадет на 30%, 50%. Это невозможно, потому что фундаментал не позволит этого. И, ребят, есть одна книжка шведская, которая называется «Окруженный идиотами». И это именно то, как я себя ощущаю иногда, когда делаю эти видео. Потому что, послушайте, есть очень хорошие, великие, замечательные люди. Интеллигентные, умные люди, как вы, кто смотрит сейчас меня и слушает внимательно. Так что, опять же, большое вам спасибо за просмотр. Но, как вы должны понимать, в биткоин-крипто-комьюнити дофига тупых людей. Есть дохрена людей, которые по умолчанию ленивые и сумасшедшие. Так что, еще раз, ребят, есть примерно 20% людей в биткоин-комьюнити и крипто-комьюнити, таких, как мы с вами, умных, взвешенных, нормальных чуваков. Но есть просто идиоты. Есть просто тупые и ленивые идиоты, которые даже не читают и не учатся сами на своих ошибках. Не учатся на истории, на статистике. И это просто конченые придурки. Я думаю, они просто безумцы. Они не учатся ничему. Они настолько ленивы, что даже книжки не читают. Они, походу, смотрят Netflix целый день или играют в PlayStation. Или сидят в Tinder и хрен их знает, что они делают. И все, что они хотят делать, это смотреть видео, в котором соглашаются с их точкой зрения. Но я вам так скажу. Что выделяет хорошего трейдера, так это то, что он умеет слушать обратную информацию. Информация, которая идет против ваших же взглядов. Популярное мнение. Кто-то, кто рассматривает, что он может быть неправ, и ситуация пойдет против его ожиданий. Например, если вы смотрели мои последние видео, особенно мои членские видео из платной группы, я там постоянно говорил, что ожидаю откат, ожидаю коррекцию к средним скользящим. Например, вот кусочек из моего закрытого видео. Вот мы здесь на графике биткоина сделали повышающийся максимум, но понижающийся максимум на индикаторах. Соответственно, у нас есть медвежья дивергенция на часовике и на MACD, и на RSI. И это увеличивает шансы того, что мы потенциально можем начать уходить в коррекцию. Посмотрите на индекс страха и жадности. Он показывает нам экстремальную жадность. То есть мы сейчас уперлись в экстремальную жадность, в сентимент экстремальной жадности, и также уперлись в экстремальное сопротивление. Поэтому да, я ожидаю откат. Как вы уже поняли из этого видео, я показывал, что индекс страха и жадности показывает просто крышесносную жадность, очень высокую экстремальную жадность. И опять же, много-много медвежьих знаков, медвежьей дивергенции, перекупленность, экстремальная жадность, уперлись в сопротивление. Все здесь показывало на откат, как минимум к 21-дневной скользящей. И прикиньте, чуваки, вот эти идиоты, которые абсолютно ленивые, чтобы даже что-то посмотреть или почитать, говорили, нет, это невозможно, биткоин никогда не упадет. Это невозможно для биткоина теперь когда-либо увидеть откат или коррекцию, потому что... Угадайте, по какой причине они это говорили? Потому что фундаментал, фундаментал биткоина не позволит ему никогда упасть. Ребята, это невероятное сумасшествие. Просто подумайте об этом. Просто вспомните, несколько месяцев назад, в марте этого года, я всех предупреждал о том, что цена упадет. Если вы помните, я сказал, что я выйду из биткоина, если он пробьет вот этот уровень. И после того, как я вышел из биткоина, цена биткоина упала на 50%, на 4000 долларов за какие-то несколько дней. И эти конченые придурки не хотят учиться на истории, не хотят извлекать уроков из собственных ошибок, из статистики. Сейчас они думают, что это невозможно для биткоина сделать в будущем то, что он постоянно делал в прошлом. Конечно же, я не ожидаю сейчас коррекции на 50% по биткоину в ближайшее время. Но невозможно ли это? Конечно же нет. Все возможно. И давайте еще немного назад размотаем 2017, когда я всех предупреждал о том, что будет массивная коррекция на рынке. Когда мы достигли 19 тысяч, и было очень много предупреждающих знаков, люди говорили то же самое. Нет, это невозможно. Биткоин никогда не упадет, потому что фундаментал не позволит ему. И теперь вспомните, несколько месяцев назад, в июне этого года, я говорил, что биткоин дает нам последний шанс купить себя ниже 10 тысяч долларов. Последний шанс перед тем, как мы пойдем снова наверх. И это точно что произошло. Биткоин опустился, потусил немножко ниже 10 тысяч, и потом бум, улетел на 20. И опять же, в то самое время, когда я говорил вам, что биткоин дает нам последний шанс, чтобы закупиться ниже 10 тысяч, как вы думаете, что эти же люди говорили? Они были настроены по-медвежьему, они говорили, нет, 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 он идет на 4 тысячи, на 3 тысячи. И теперь что они говорят? Послушайте, нет, это невозможно, что мы упадем. Какой же ты тупой, что так говоришь. Короче, вы поняли, что эти люди просто это конченые фрики, спекулянты, которые теряют деньги на рынке, не учатся ничему из истории, из своих собственных ошибок, и они реально ненормальные. В общем, это те люди, которые дают нам заработать на рынке. Вот что говорит Олессио. Дальше он советует очень хорошую книжку, еще одну, называется она «Trading in the Zone» Марка Дугласа. Обязательно купите эту книгу, неважно, сколько она стоит, она стоит каждого цента. И здесь есть глава 6. Конечно, прочитайте лучше всю книгу, но хотя бы эту главу. «Принцип неопределенности». И вот что Марк Дуглас говорит в этой книге. Если и есть такая вещь, как «Секрет природы трейдинга», то вот она. Это сильная, практически непоколебимая вера в неопределенный исход. «Все, что угодно может произойти». «Все, что угодно может произойти». Вы должны верить в неопределенность исхода и помнить, что «Все, что угодно может произойти». И вы, ребята, наверное, знаете мою историю из предыдущих видео, где я показывал вам, как я потерял 50 тысяч долларов меньше, чем за год. И, слушайте, ребят, я знаю, что 50 тысяч долларов сейчас – это не такие большие деньги. Но для меня тогда, 20 лет назад, мне было 20 лет, это были все деньги, которые у меня были. Я потерял их все. И как я их потерял, знаете? Моя ошибка была в том, что я слушал людей в то время, которые говорили, «Это никогда не произойдет». Худший сценарий никогда не случится по причине фундаменталов шмандаментала. Так что, ребят, если кто-то когда-либо вам говорит, что цена не может упасть по причине фундаментала, бегите, бегите от этих людей. Потому что эти люди не имеют ни малейшего представления о том, куда пойдет рынок. Когда цена идет наверх, неважно, что это – золото, биткоин, это всегда фундаментал. Но когда цена идет вниз, это манипуляция или какие-нибудь другие факторы, плохие новости. Это все время один и тот же нонсенс. Ребят, они просто не понимают, что цена двигается эмоциями, сентиментом, психологией, психологией масс людей, которые показывают свое иррациональное поведение на рынке. Так что, ребят, вот такая вот история, хотел с вами поделиться. Обязательно замутите эту книжку. И также обязательно вот эту фантастическую книжку Джека Швагера, если у вас нет ее, «Unknown Market Wizards. Неизвестные биржевые маги». Замутите эти книжки как можно скорее, если можете, они очень крутые. И последнее, что я вам хочу сказать, что я вам обещаю, ребят, что мой канал никогда не превратится в такой канал, как вот эти многие другие каналы, где люди просто говорят своим подписчикам то, что они хотят услышать. Я всегда буду говорить то, что считаю нужным своей аудитории. Моя работа здесь – это давать вам факты, вне зависимости от того, нравятся они вам или нет. Так что, если я вижу знаки негативной информации или какие-то противоположные мнения, я всегда вам буду говорить. Я с вами поделюсь этим. Потому что я стараюсь давать вам максимально честный анализ, какой можно. Спасибо большое, что смотрите. Спасибо большое, что смотрите. Это сложно поверить, но это так. И я делал недавно обзор на эту биржу, сейчас он появится сверху у вас, посмотрите обязательно. И также бонусы до 300 долларов на депозиты. Это никакая не реклама, это реально биржи, на которых мы сами торгуем, которые дают замечательные бонусы. И также биржа Femix дает сейчас бонусы до 680 долларов. И также биржа Bybit, наша любимая, тоже дает 610 долларов бонуса на депозиты. Ссылка и все требования здесь внизу. Всем привет, спасибо, что смотрите Into the Cryptoverse. И сегодня мы посмотрим на наше движение вниз. И вот мы видим коррекцию, которую, собственно, и ожидалось увидеть. И я предупреждал вас здесь наверху, что все перегретое. Кто торгует краткосрочно. И это все прикольно, конечно, но до тех пор, пока вы не просыпаетесь и не видите, что ваше портфолио минус 20, минус 30 процентов. И представляю, если вы по большей части сидите в альткоинах, не имея большую часть портфеля в биткоинах, то вы, может быть, просели еще сильнее. Так что да, если вам нравится контент, подписывайтесь на канал Бенджамина, ставьте ему лайки и к нам тоже подписывайтесь. Говоря по правде, это даже никакое не экстренное видео. Это просто нормальный ход вещей. Мы знали, что это произойдет. Мы ждали этой коррекции. Это был вопрос времени, и вот она происходит. И если мы посмотрим в макроперспективе на всю историю биткоина и включим нашу логарифмическую регрессию, то мы видим, что мы все еще находимся в канале, и ничего не поменялось. И все, что об этом можно сказать, как уже ранее говорил, что это краткосрочный пузырь. И чем больше мы не хотим, чтобы были краткосрочные пузыри, чем больше мы хотим, чтобы мы полетели на 100 тысяч безоткатно, тем больше мы понимаем, что так не бывает, и это не так, как биткоин работает. И когда он двигается наверх так быстро, всего за месяц или два, то будет обязательно уродливая коррекция обратно к 20-недельной средней скользящей. И текущая цена биткоина, когда я делаю это видео, сейчас 16 500, и в предыдущем видео, примерно на 18 900, я говорил вам, что это очень круто, но до тех пор, пока вы не проснетесь и не увидите, что вы уже минус 20%. И вот мы падаем, и вы, наверное, спросите, как умные деньги реагируют сейчас? Но мы знаем, что умные деньги не покупали вот здесь. Умные деньги стараются купить вот здесь, вот в этом зеленом участке логарифмического канала. Тупые деньги покупают вот здесь, вот здесь, но умные деньги покупают на низах и опускают цену вниз, чтобы там закупиться. Так что теперь, когда мы вот так вот падаем, просто запомните это ощущение, и в следующий раз, когда мы будем снова на краткосрочном пузыре, вы будете это помнить и понимать, как это работает. И опять же, если вы продавали здесь, наверху, то, наверное, вас называли идиотом, многие по-настоящему идиоты, которые говорили, да ты что, мы сейчас полетим на Луну сразу. Но когда вы находитесь уже здесь, снизу, и смотрите обратно туда на свои действия, вы понимаете, что вы поступили как гений, даже несмотря на то, что вы не на самом верху продали. Вы сделали профит, и это уже хорошо. И, конечно же, очень сложно определить, где эти пики конкретно случаются, поэтому задача моего канала в том, чтобы привить систематическую, прагматическую стратегию и постепенно в какие-то моменты фиксировать прибыль, так же, как постепенно набирать свою позицию. Но еще раз, ребята, то, что мы поднялись за два месяца в два раза, это, очевидно, краткосрочный пузырь. И, насколько вы понимаете, мы здесь говорим с вами больше о долгосрочной перспективе, и исторически биткоин все-таки более плавно набирает. И мы говорим с вами здесь о 20 тысячах, об устойчивых 20 тысячах долларов. И, как вы знаете, я говорил часто, что я жду устойчивых 20 тысяч долларов ближе к концу следующего года. И многие люди просто не понимают, видимо, что я имею в виду, когда говорю, что биткоин может подняться на устойчивые 20 тысяч долларов только к концу 2021 года. И люди говорят, да ты чё, вот мы уже были на 19 тысяч долларов. Подожди, почему это займет так долго, так много времени, еще целый год, когда цена биткоина уже на 19 500 или на 18 900? Почему это так долго займет? Но, что я говорю вам еще раз, вы просто должны отдалиться и посмотреть на дневной график. Да, мы уже практически на 20 тысяч, мы бьемся, мы стучимся в дверь. Но то, как мы поднялись к 20 тысячам, это не здоровая манера. Удерживаемая манера это было вот здесь, когда мы поднялись, а потом проконсолидировались. Потом еще поднялись наверх, вернулись обратно на ретест, протестировали 20-недельную скользящую. Вот, если я ее включу, мы, видите, вернулись к ней, протестировали ее, проконсолидировали здесь полгода. Вот это устойчивые 10 тысяч были. А вот то, как сейчас просто выстрелить на 20 тысяч за два месяца, это неустойчивая модель. И что я и говорю, что мы, вероятнее, опустимся, потом поднимемся еще раз, поконсолидируемся в этом районе. Но, может быть, конечно, пойдем еще выше 20 тысяч до конца следующего года. И есть шанс того, что мы пробьем 20 тысяч, но потом все равно вернемся и выдержим, и уже будем тестировать его как поддержку, этот уровень. И, конечно же, есть шанс того, что мы увидим удерживаемые 20 тысяч до конца следующего года. Если мы увидим это ранее, во втором или в третьем квартале следующего года, это прекрасно, замечательно. Но даже если мы увидим такое, это не будет означать, что мы увидим 100 тысяч в конце следующего года. Это все занимает гораздо больше времени, объемов и сил. И даже чтобы подняться с 10 до 100 тысяч, займет гораздо больше ресурсов, чем чтобы было подняться с 1000 до 10 тысяч. Так что вот такая вот история. И если мы отдалимся еще раз, посмотрим на этот график. Посмотрите на предыдущий бычий цикл. Мы видим с вами из истории, что у нас случались 25, 30 и даже 40% коррекции, и мы возвращались к своим мувингам. Мы даже знаем 40% коррекции, и мы всегда возвращались к 20-недельному мувингу. То есть здесь их очень много, если вы посмотрите, и это часть роста. Рост никогда не бывает абсолютно безоткатным. А насчет институционалов, то нарратив у них следующий. Они в любом случае вошли на долгосрок, и если представить массовое принятие биткоина в виде буквы «С», то они зашли вот здесь. Это просто нарратив этого цикла. Да, институционалы заходят. Да, это хорошо для цены биткоина. Да, это вполне вероятно загонит биткоин далеко-далеко на новые высоты. Но нет, это не произойдет так быстро, как мы себе представляем и ожидаем. Скорее всего, не произойдет. И также помните, что институционалы тоже люди, и не все институциональные деньги – это умные деньги. Считайтесь с этим тоже. Точно далеко не каждый институционал, который ставил деньги на какие-то активы, был на стороне умных денег. Иногда институционалы на стороне тупых денег. Если вы смотрите прагматически и сравниваете активные инвестиции с пассивными инвестициями, то во многом пассивные инвестиции даже лучше отрабатывают. Да, есть, конечно, иногда менеджеры, которые обгоняют рынок по доходности. Но если вы посмотрите на статистику, то это не так много людей. Так что если посмотреть на это под таким углом, то вот такая вот тема. И давайте взглянем напоследок на нашу радугу логарифмической регрессии. И здесь вы можете видеть, что за последний рыночный цикл мы провели очень много времени вот в этом регионе. Если мы приблизимся, то мы видим с вами, что мы находились там практически год в этом канале и отбивались то от поддержки, то от сопротивления. И вот, собственно, что биткоин делал целый год. И если вы посмотрите на нынешний цикл, то мы тоже провели здесь очень много времени. Конечно, этот цикл выглядит немного по-другому. Здесь был краткосрочный пузырь вот здесь. И капитуляция вот здесь. Но большую часть времени мы также проводили внутри этого коридора зоны накопления. Правильно? И вот мы снова сейчас подходим к вершине этого канала. Так что, все в порядке вещей. Никаких срочных новостей. Просто хотел дать вам, ребята, понимание того, где мы сейчас находимся. И также понимать, что не гарантирован тест 20-недельный скользящий, который сейчас на уровне 13 тысяч долларов. Точнее, 12 тысяч 500. Это также может быть краткосрочный откат, и мы можем улететь дальше наверх. Но опять же, 20-неделька, как мне видится, это тот момент, это тот ультимативный уровень добычного рынка, где быки должны прийти и точно все откупить. Это будет тот уровень, который мы должны удержать. И, собственно, институционалы-то тоже, походу, там и хотят затариться. Поэтому, возможно, шортят сейчас с других аккаунтов. Опять же, тут возможно, что другие институционалы. Ну ладно, Бенджаминчик, уже спасибо большое. В общем, подписывайтесь на него тоже. Ну а по ситуации вы и так уже, наверное, все поняли, что чуваки сказали лучше меня. От себя добавлю только то, что вот по альткоинам, во-первых, я вижу, что они действительно показали разворот. Посмотрите на Ripple, посмотрите на Stellar. Ripple и Stellar вышли из этого падающего клина, выстрелили, можно сказать. И дали сколько там, плюс 100% или даже больше за 2 дня. Конечно же, мы можем ожидать сейчас по ним откат на 40-50%, но в целом я не думаю, что это фейк-ралли. Сейчас, наоборот, все, походу, поверят в то, что это фейк-ралли, начнут шортить, выпрыгивать, фиксироваться. А дальше полетим еще выше. И по Dash'у мы видим разворотную ситуацию, причем и на недельном графике Dash'а мы видим, что у нас уже третья недельная бычая свеча к биткоину. То есть ничего такого-то и не произошло. И даже сейчас, если все рушится к доллару в моменте, то к биткоину альты очень хорошо себя показывают. Еще интересную вещь я здесь заметил на графике Dash'а на дневном, что очень похоже, что мы сейчас находимся… Посмотрите, вот где мы сейчас, и посмотрите, что было вот здесь перед нереальным пампом, который на самом деле, этот нереальный памп, это было только зарождение буллрана альткоинов 2020-2021 годов. И вот мы сейчас находимся в точно таком же месте. Не финансовый, конечно, совет, дисклеймер, но мое мнение, что уже пора там стрелять еще выше. Так что ждем консолидацию, коррекцию небольшую и выстреливаем. Вот по XRP то же самое, видите, как он уже хорошо пошел. Поэтому да, не думаю, что это фейк ралли, думаю, что все будет хорошо здесь. Но опять же, будьте осторожны. Сейчас, конечно, самое безопасное – это выждать вне рынка, вне плеч. Если вы true bitcoin максималист или альткоин максималист, просто ходите монеты без плеч. Поэтому вот как-то так здесь, друзья. И еще сейчас, пока я делал это видео, заметил очень интересную вещь. Смотрите, этот индикатор market shiffer показывает нам зеленую точку. Причем не только здесь, но внизу зеленую точку. Обратите внимание просто, когда он показывает зеленые точки внизу. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Здесь возле каждой зеленой точки, если вы посмотрите, везде казалось, что уже идем вниз. Но на самом деле начинался рост. Или продолжался рост. И вот здесь, и вот здесь. Но самый прикол, что смотрите, когда он показывает зеленую точку внизу, вот здесь, это реже происходит, то это как бы явно перед большим ростом. То есть вот, видите, он здесь показал две зеленые точки. Мы после этого в цене еще сходили чуть выше, потом немножечко упали к тем же уровням. Но уже ниже не опускались. И потом полетели просто наверх. Поэтому, не знаю, вот тут пересечение всех индикаторов. Этот индикатор сделан, как я понял, на базе из четырех индикаторов. Он суммирует сигналы по ним по всем. Там, не помню какие точно, RSI, может быть MACD, еще какие-то индикаторы важные. В общем, у криптофейса посмотрите, кому интересно. Так что он сигналит на самом деле хорошо. И возможно, возможно, что мы и не увидим более серьезной коррекции, которую все так ожидают. Вот, какие-то такие сегодня пироги. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Гринниджо. Используйте партнерские ссылки. Посмотрите видосы по биржам. Всем профита и до следующих видео.